Дочь писательницы Татьяна училась на первом курсе института, когда вышел первый поэтический сборник мамы. В первую очередь я читаю ее стихи. Мне очень нравятся ее стихи. Они, мне кажется, такими глубокими, очень жизненными. И, ну, что мне было очень важно, я их много читала в подростковом возрасте, много читала их потом в студенчестве, они были про любовь. Татьяна вспоминает, как подруги просили принести рукопись маминого романа «Площадь согласия». Читали ее на скучных лекциях. К тому, что мама писательница, и ее творчество востребовано, дочь постепенно привыкла. Если Наталья ходит по дому задумчивая, с бумагами, значит, вокруг должна быть тишина. Она говорит, я же пишу, как вы не понимаете, мне нужно время. Вот это мне долгое время было непонятно. Ну, сел, написал, зачем тебе как бы еще дальше переписывать, переписывать, переписывать. Наталья Бодракова не ставит для себя временные рамки. Этот роман сделать за год, продолжение успеть за полгода. Вдохновение приходит стихийно. Иногда она не может уснуть, пока не закончит какую-то сцену. А стихи? Они порой появляются внезапно. Например, в дороге. Что делать, говорит Наталья? Приходится парковаться несколько раз. Даже сейчас иногда стихами бывает довольно интересно. Вот они пишутся, 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 вот такой выплеск, а потом несколько месяцев, вот ты чувствуешь, я не могу выдавливать от себя струйки. Например, вот, ай-яй-яй, я давно ничего не написала в стихотворении, вот мне нужно сесть и срочно что-то сочинить. Да, безусловно, можно как-то уже есть опыт, можно из какой-то подобрать рифму, что-то какое-то красивое предложение, да, еще четверостише. Но стихотворение, оно как бы будет обездушено, то есть в нем не будет вот этого вот или сверху, или как-то вот такого вот порыва, вот такого вот полета. Где бы ни находилась писательница, она наблюдает за людьми, запоминает их фразы, анализирует жизненные ситуации, которые потом могут всплыть в одном из ее романов. Рассказывая о своих героях, Наталья погружается в их мир, переносится в место, где происходит действие. Рядом со столичным парком Горького выросла героиня идеологии «Территория души». Она любила прогуливаться здесь со своей дочерью. Именно на этих аллеях делает признание в любви Вадим Ладышев, герой произведения «Миг бесконечности». Найти подтексты и на одном дыхании, сломав придуманные правила игры сорваться с места и лететь на зов в дурмане, такого сладкого предчувствия любви, Забыв о том, что властвует собою, учила жизнь, не год нас и не два, дай Бог нам никогда не сдать экзамен, как спрятать чувства, безразличия слова. Сейчас писательница работает над продолжением «Миг бесконечности», главная героиня которой – журналистка Катя. Перед тем, как приступить к написанию романа, писательница встречалась с журналистами, расспрашивала их о жизни и сделала для себя интересный вывод. Практически каждый ее собеседник хотел бы написать книгу. «Удастся ли Кате, удастся ли героине написать свою книгу? Если да, то как она будет называться? Может быть, у кого-то есть свое название, а может быть, кто-то отыщет здесь? Вот мне хотелось бы, мне очень любопытно узнать, вот что думают читатели». Автору самого интересного ответа о героине нового романа Наталья Батракова подарит первую книгу «Диология. Миг бесконечности».